хаго высокий путь он же кего только вперед он же 25 95 это легкий танк имперской японии ставший на вооружение в 1934 году для своего времени машина имела адекватные характеристики но ближе к концу второй мировой войны уже не представляла угрозы танкам ссср и союзников активно применялся этот танк на территории китая и монголии островов океании и в юго-восточной азии принятые на вооружение японской армии в 1930 году легкие танки тип 92 и тип 94 ближе к середине тридцатых годов стремительно устаревали изначально планировалось использовать боевые машины для сопровождения кавалерии а по сути их применяли как средство поддержки пехоты но бронетанковым силам японии требовались более совершенные образцы и командование дало заказ на разработку нового легкого танка представленным генштабом техническом задании говорилось о создании танка с пушечным вооружением и усиленным бронированием к реализации проекта приступили в 1933 году временно прототипу присвоили рабочее название шрики смерть демоном чуть позже к этому наименованию добавили армейское обозначение кэго постройкой первого опытного танка занималась фирма митсубиши кроме улучшенной бронезащиты и усиленного вооружения к танку предъявлялось еще одно требование высокая динамика и мобильность первоначально проектные работы шли в двух направлениях вариант с колес на гусеничном шасси и вариант только с гусеничным шасси изначально приоритет отдавался модели с колес на гусеничным ходом но после первых испытаний было решено отказаться от него японское командование сделало вывод что такой танк слишком не технологичен и малонадежен первый прототип построили в середине 1933 года получившийся танк весил на 500 килограмм больше чем требовало командование подвели и ходовые качества минимальная скорость не превышала 40 километров в час к тому же танк с трудом преодолевал подъемы в 30 градусов еще одним недостатком отметили тесноту внутри машины несмотря на внешние большие габариты внутри еле помещался экипаж из трех человек критическим недостатком отметили слабое бронирование изначально планировалось что танк будет прикрывать прихоту во время наступления но бронирование в 12 миллиметров не позволяло рассчитывать на серьезную защиту шики отправили на доработку новая модель стала готова к зиме 1934 года тестовое испытание решено было проводить в условиях приближенных к фронтовым несколько машин отправили в северную манчжурию на этот раз результаты оказались приемлемыми сказала снижение массы на полтонны дополнительным фактором сыграл и дизельный двигатель заводящийся в 20-ти градусные морозы машины рекомендовали к серийному производству однако работы по улучшению продолжались почти за полгода с июля по ноябрь 1935 года построили новый прототип модификации подверглась башня установили командирскую башенку и кормовой пулемет штампованные ведущие и направляющие колеса заменили на литые добавили две фары машина стала эталонной для серии танк переименовали с шики в хаго танк хаго отличался отсутствием оригинальных конструкторских решений броня клёпанная собиралась и скатанных листов бронестали на основном каркасе носовой части танка размещалось отделение управления в нем находилось два члена экипажа танка механик-водитель и пулеметчик место механика водителя было смещено вправо от центра танка пулеметчик находился левее специально вынесены вперед трубки там же крепился пулемет калибром 6,5 миллиметров имевший несколько фиксированных положений в качестве прицельного приспособления применялась пятикратная оптика защиту отсека управления обеспечивали 12 миллиметровые листы брони центральной части корпуса находилась боевое отделение там располагался командир танка он производил наводку и заряжание основного орудия по бокам предусматривались полки для укладки боекомплекта башня имевшая круговое бронирование в 12 миллиметров устанавливалась на крышу боевого отделения и имела коническую форму для лучшего обзора использовались смотровые щели и командирская башенка кроме того экипаж попадал в танк только через люки на башне расположены сбоку и сверху передней части башни установлено орудие калибром 37 миллиметров тип 94 она имела длину ствола 37 калибров около 1370 миллиметров и телескопический прицел конструкторам удалось добиться хороших углов вертикальной наводки минус 20 вниз и плюс 24 наверх орудие могло двигаться в горизонтальной плоскости без поворота башни на 10 градусов относительно центральной оси калибрный снаряд выпущенный из этого орудия обладал начальной скоростью полета 575 метров в секунду и способен пробить 35 миллиметровый лист броневой стали на расстоянии около 300 метров в кормовой части хого ближе к правому борту устанавливался 120 сильный дизельный двигатель митсубиши позади него имелись вентиляторы система охлаждения бак для топлива и масла масло радиатор дополнительный топливный бак размещался слева от мотора труба выхлопа выводилась на правый борт где закреплялась скобами доступ к силовой установке осуществлялся через люк заднем наклонном бронелисте как и в германских танках трансмиссия здесь располагалась в носовой части мощность от двигателя передавалась при помощи карданного вала проходящего через боевое отделение коробка передачи имела четыре ступени и комплектовалась редуктором ходовая часть имела подвеску типа хора боевое отделение и отсек управления соединяла переговорное устройство предназначенное для общения членов экипажа связь с другими танками осуществлялась сигнальными флешками на верхней передней лобовой детали установлены две фары легкий танк хого изначально получался довольно удачным но все же требовал ряд доработок частности после испытания степях монголии конструкторы усилили подвеску добавив в каждую парную тележку по одному катку по официальным данным за все время с 1935 по 1943 годы произвели 2348 танков тип 95 хого за время эксплуатации хого принял участие во множестве сухопутных сражений по всем театрам военных действий в которых активно принимал участие япония этой захват островов океане и операции в китае и монголии и хоть танк не имел выдающихся характеристик использовали его до самого конца войны даже когда он уже технически устарел японские экипажи шли на нем в бой против более совершенных шерманов без надежды на успех на этом пока все еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках в следующих выпусках